Друзья, ставьте в подобайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Переможем разом! Немецкое издание Bild опубликовало статью о нарастающем напряжении между главкомом Залужным и верховным главнокомандующим Зеленским. Всё из-за Бахмута, Залужный давно уже настаивал, что надо отойти из Бахмута и занять более выгодное для бойцов за соупозиции. Зеленский с ним жестко не согласен, о необходимости выхода из Бахмута публично говорили американцы и британцы, но и это не повлияло на мнение Верховного, главнокомандующего Зеленского, который отдаёт приказы по Бахмуту напрямую с Ирскому, минуя Залужного. Бахмут выполнил свою функцию и сегодня удерживать его невыгодно с точки зрения военной тактики. Единственная причина – удерживать эмоции. Далее ситуация становится всё более сложной. В итоге эта история вылилась на страницы самого большого авторитетного немецкого издания. Я даю его перевод. Пыша в своем телеграм-канале, экс-депутат Борислав Береза дали мовую оригиналу. Билд узнал, между президентом Украины Владимиром Зеленским и его самым важным генералом, Валерием Залужным, возник спор о Бахмуте. У главы государства и главнокомандующего ЗСУ были принципиально разные взгляды на то, как армия должна поступать с Бахмутом. Из нескольких источников в политическом руководстве в Киеве Билд узнал, что Залужный уже несколько недель назад настоятельно рекомендовал уходить из Бахмута по тактическим причинам. Предыстория с военной точки зрения Бахмут не имеет стратегического значения. Отход из разрушенного города не будет иметь решающего значения. Исключительно из-за концентрации России на Бахмуте и развертыванию тысяч наемников. Вагнера город Бахмут стал политическим символом. Зеленский объявил город крепостью в декабре. Украинское правительство заявило Билд, что решение остаться с Бахмутом было правильным. Об основании, прилипнув к Бахмуту, русская армия серьезно пострадала как в личном, так и в материальном отношении. Например, было уничтожено множество танков и бронемашин. Но между президентом Зеленским и главнокомандующим Залужным речь идет уже не только о военных вопросах. Хотя в самом начале войны между двумя лидерами существовало большое единство и роли были четко разделены. Сейчас это изменилось. Благодаря убедительной манере поведения на поле боя Залужный стал настолько популярен среди населения, что многие уже рассматривают его как возможного кандидата в президенты. Хотя Залужный никогда не заявлял, что хочет баллотироваться, в какой-то момент Зеленский и его окружение, по-видимому, увидели в нем возможного конкурента. По данным украинских военных источников, главнокомандующий ЗСУ работает только на победу. Над российскими войсками старается максимально защитить своих бойцов. Только это привело к его дискуссии с президентом о Бахмуте. Настрой Залужного разделяет большинство бойцов в Бахмуте. Украинский военный аналитик, пожелавший остаться неизвестным, сказал Билд. Подавляющее большинство солдат в Бахмуте не понимают, почему город удерживается. Аналитик продолжает вопросы, которые задают себе ребята в Бахмуте, какова стратегия. «Зачем нам окапываться, когда нас окружает враг?» За последние несколько месяцев журналисты Билда поговорили с десятками солдат в Бахмуте. Понятно их настроение, солдаты считали, что отступление должно было произойти давно. Украинский солдат прокомментировал Билд в субботу. «Если нас здесь полностью окружат, это будет катастрофа». Другая страна руководствуется другим соображением. Если бы они ушли из Бахмута, подобные бои произошли бы и в других местах. Цель состоит в том, чтобы не дать русским продвинуться вперед и в то же время нанести им самые тяжелые потери. Другой украинский военный советник сказал Билда. Вначале Бахмут был ловушкой для русских. Теперь он стал ловушкой для нас. Убиваем их в соотношении 1 к 7. На каждого убитого украинца умирает 7 русских. Это единственная военная причина держать Бахмут, но войска должны были быть выведены 3 недели назад, когда русские взяли Красную Гору. Решение оставить Бахмут было бы хорошим, но наше руководство переусердствовало. До зустричи, друзи! Ставьте вподобаик и пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Переможем разом! Субтитры создавал DimaTorzok